Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре Lexus ES 2015 года рестайлинг и сейчас его владелец расскажет нам о его эксплуатации все в мельчайших подробностях. Поехали! Знакомьтесь, это Саня и сейчас он нам все в подробностях расскажет. Расскажи нам, как давно у тебя автомобиль? Сколько ты на нем проехал? Для начала пока, я думаю, хватит. Понял, всем привет! Машиной я владею уже почти два года. Проехал я на ней 100 тысяч с момент покупки. То есть такой у тебя пробег? Ну да, почти 50. Этот год больше всего у меня получается пробег, потому что я работаю в личке, то есть как бы из-за этого у меня в основном трасса город и пробег поэтому большой такой. За этот год пробежал в районе 70 тысяч проехал в этом году, в том в районе 30, то есть как бы довольно-таки много. Понял, согласен. Расскажись, чего пересел на данный автомобиль? Что было до этого? Пересел с ланцера с десятого. Конечно, после ланцера десятого машины разные классы. Ну, совершенно прям рад, комфортнее. Рассматривал вот из данного сегмента, почему взял именно его? Почему выбрал вот Lexus? Рассматривал еще Toyota Camry. В каком кузове? В 55-м кузове на тот момент, потому что денег было как бы не особо много. И если сравнить Toyota Camry и Lexus, все-таки разница есть большая. Да, можно было взять свежее Camry, но, не знаю, я решил взять Lexus. Все-таки машина попрезентабельней, симпатичнее, чем Camry. Ну, Camry это более такой дедовский вариант, я считаю. Ну, может быть, скажем так, просто Lexus'ов меньше, и поэтому он в потоке выделяется больше. А Camry уже, ну, особенно в Москве, это знаешь как... Ну, такая обычная рабочая лошадка, по делам ездить каждый день. В Москве Camry уже особо не котируется, как крутая какая-то тачка в регионах, может быть. А Lexus все-таки... Ну, хотя, да, не будем, давай, лукавить. Lexus уже тоже по меркам Москвы не прям вау. То есть, это, наверное, генерал сроит, да? Так и есть. Да, но все равно в регион, я уверен, ты приедешь, там, на этом же Lexus, и он будет выделяться. Потому что их мало, их не так много, как Camry. Обращают внимание, смотрят. А подскажи, вот что-то помимо еще этого смотрел или только либо Camry, либо Lexus? Нет, BMW и Mercedes, ну, пятерку, получается, BMW и Mercedes E-шку я не рассматриваю. Пятерка, BMW в кузове? Ну, этих взглядов, да? Ну, этих взглядов, да? Их не рассматриваем? Нет, потому что, опять же, ну, по обслуживанию разница большая. Ну, чисто из того, я бы просто и не потянул, я думаю, BMW либо Mercedes. Ну, как ты ездишь, да, слушай, 100 тысяч за два года, как бы. Потому что, ну, да, для обслуживания дорогое. То есть, если бы, ну, где-то не у официалов, то и обслуживать, я думаю, навряд ты сможешь BMW и Mercedes. Ну, что-то можно, что-то можно, что-то может быть, нет, не знаю, у меня не было пятерки BMW и Mercedes E-шки, не буду лукаить, не знаю точно. Так, конечно, да, мне кажется, ну, большинство все равно деталей можно обслужить не у официалов, в каком-нибудь сервисе у знакомых ребят. Ну, опять же, у хороших, которые ты будешь знать, то, что они тебе сделают хорошо. Да, то есть, в принципе, Camry и Lexus больше ничего не рассмотрел. А много Lexus вообще пересмотрел, прежде чем взять этот? Блин, штук 5-6. И почему вот выбор пал именно на этот? Ну, этот, здесь комплектация, во-первых, была хорошая. То, что не было такого, ну, ценники на них ломили. Если, допустим, ты берешь, да, там пробег, вот я его убрал, у меня получается, я его взял 67 тысяч где-то был пробег. Там, если ты берешь, там пробег был меньше, но комплектация и цена была дороже. Ну, то есть, комплектация меньше, а цена дороже. Опять же, все из-за пробега. Не знаю почему, здесь почти полная, то есть, как бы комплектация, тогда вот я искал, когда брал. Но, опять же, красивый салон. А до полной именно комплектации что не хватает, чего нет? Для полной комплектации нету второго люка, получается, и заднего джойстик управления для пассажиров. То есть, управление климат-контролем и мультимедиа, по-моему. Все, остальное все есть. Давай расскажем нашим зрителям, какой у тебя мотор здесь стоит, какая коробка. Давай начнем с мотора. Мотор здесь стоит двухлитровый, атмосферник, 150 лошадей. Ну, в принципе, такой же, как и на Camry. Коробка та же самая, тоже шестиступка. Та же самая, в смысле, с Camry, да? Да, та же шестиступка. Но, я до этого ездил на Camry довольно, ну, так много. В общем, до этого подтаксовывал, работал здесь и на 55 Camry, и на 70. И разница по двигателям, ну, то есть, большая. Здесь то ли прошивка у них какая-то своя, Lexus. То ли, я не знаю, ну, то есть, он более бодрее, шустрее по оборотистей как-то. При том, что я думаю, Lexus вряд ли весит меньше, чем Camry. Не знаю точно, я, ну, не изучал этот момент. Сколько весит Lexus? В Lexus тонна 600 и, ну, наверное, то же самое. Я думаю, да, Camry не больше. Ну, короче, плюс-минус по весу, я думаю, одинаково, но ты говоришь, что Lexus пободрее. Lexus пободрее, да. На педаль он поотзывчивее, да и так, коробка сама по себе поотзывчивее. Понял, я думаю, сейчас вот ты сказал, что двухлитровый мотор, по-любому знаешь, будут такие, короче, комментарии или мнения, типа, что такое 150 кобыл, в принципе, для такой машины. Ну, типа, скажу, а-ля Бичевский движок какой-то. Что вот можешь сказать, хватает ли тебе его в городе, на трассе ты говоришь, часто ездишь, хватает ли его на трассе? Или хотелось бы, чтобы еще кобыл плюс 250 сверху был? Нет, 250 это будет уже большой налог за него платить. А так, ну, в городе его вполне хватает. По трассе где-то, допустим, выйти на обгон, да, в принципе, тоже хватает. Ну, то есть, я не скажу то, что он прям не едет. После сутки он также нормально набирает. То есть, если где-то выйти, там, обогнать тебе фуру. Ну, да, если бы здесь, конечно, я ездил там и на 2,5 моторе, он все-таки, да, пободрее еще. Но, в принципе, опять же, экономия бензина. Вот, кстати, да, бензин сколько расход у тебя? Бензин у меня, ну, вот сейчас смешанный показывает 9,3. То есть, смешанный это город и трасса, то есть, город Москва. Опять же, это светофоры, пробки вечные, я постоянно здесь езжу. Я в день тому, что в районе 300-350 километров проезжаю. Да, нормально ты катаешься. А сколько, то есть, не сколько, а какой бензин льешь сюда? 95-й льем. Обычный или, типа, ну, улучшенный, скажем так? Да ладно, нет. Обычный 95-й на Лукойле. Либо, когда Лукойловской заправке, опять же, куда-то не могу заехать, заезжая на Газпром, там лью 95-й G-Drive, который. Ну, то есть, Лукойл, Газпром, за рекламу нам, пожалуйста, обошлять. Мы вам благодарны. Друзья, хочу поделиться своим мнением от управления данного автомобиля. В целом, я считаю, для 150 лошадей он едет, ну, вполне, вполне. На свой объем 2 литра, обычный 4-цилиндровый мотор в городе, я думаю, действительно, его хватает. Если вы привыкли к активной езде, смотрите такой же ЕС с более мощными моторами. Самое главное, я считаю, для людей, которые их покупают, это надежность и качество материалов. Действительно, здесь, ну, материалы, действительно, приятные. Вот, мне нравится здесь сидеть, мне нравится управлять данным автомобилем, и, в целом, я считаю, что я могу рекомендовать покупки, если вы об этом задумывались. Про надежность вы сами все слышали, поэтому, я думаю, мои слова будут излишни. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры добавил DimaTorzok. Играет музыка. друзья вот сейчас я сижу спереди ну довольно таки вальяжно комфортно я в принципе люблю так ездить на пассажирском сиденье вот вы можете увидеть у меня отодвинуто вот сейчас максимально назад сиденье место для ног впереди очень много спинка спинка нормально наклонена вот я хочу сейчас пойти сесть сам за собой чтобы посмотреть сколько мест но давайте будем объективными спинку меня действительно отклонена нормально и даже больше чем у меня отодвинуто максимально назад то есть возможно конечно что сейчас за мной не будет очень много места но сейчас мы проверим мой рост метр восемь друзья скажу вам так саня вот подскажи мне спинки задние они у наклоняются нет это в максимальной самой комплектации то есть в принципе посадка довольно таки удобно и спинки наклонены прям оптимально я вот сел у меня щенка вот я провалился туда назад сел довольно таки вальяжно спина у меня поясница не прислонена к спинке если я прислоню ее у меня запас друзья не обессудьте что мы не показываю сайт давай сюда подвинем прям камеру чтобы было все наглядно вот то есть смотрите сейчас я прислонился видно ноги да у меня запас ну вот я могу ладонь поставить даже еще есть еще есть место кулак короче у меня влазить если я сижу ровно я могу еще даже в принципе сесть вальяжно с максимальной откидкой переднего сиденья я считаю место вполне достаточно а если его отодвинуть еще вперед или хотя бы просто спинку поднять место будет вполне более чем то есть скажем так я бы ну не отказался ездить периодически здесь на заднем сиденье я считаю что довольно таки комфортно и просто сами как-то нам уже сказал владеешь ты два года автомобиля на каком пробеге ты его брал и сколько пробег сейчас брал его на пробеге 67000 сейчас у меня на получается 169 пробежал 100 2000 до и самый главный вопрос этого видео мы хотим понять lexus это все тот же надежный бренд тойота или связи с маркетингом скажем так и как вот сейчас делают немцы lexus это надежный автомобиль или ломучая ведро и постоянно надо что-то вливать если это премиум будь готов выложить бабки вот расскажи нам но я считаю то что это достойная машина не ломучая по крайней мере вот за 100000 я на ней менялась первого чего то есть два раза менял колодки колодки здесь в круг выходят 6000 6-7 но это опять не оригинал оригинал мне считали перед 5 за там пять с копейками то ли наоборот это чем материал без работы чисто материал до без работы плюс работы там ну выйдет на тысячу полторы в две поменять образных дедов на менял передние диски на до тормозные на пробеге 140 тысяч по моему вот они у меня вышли в районе 16-18 пара пара чисто работа без до чистого нет чистый материал до чисто сами диски ну я бы сказал что правом кассины бюджетные ну наверное нет я ставил хорошие то есть как бы не такой опять же не оригинал оригинал 40 даже не спрашивал вот еще и меня уже извини перебью вот получается ты уже проехал на этих дисках больше 20000 километров нормально ничего не бьет бьет есть нет бьет бьет но и опять же если они перегреваются если ты где-то на ней поджучиваешь но по трассе я потому что езжу 180 на 160 там тире 180 если где-то где-то ты при ну то есть получается перегревающих от постоянного торможения они начинают все равно подбивать немножко то есть от этого ты никуда не денешься мне кажется на всех так а там бог ладно менял короче передние тормозные диски 16 18 рублей отдал плюс работа что меня менял менял сальник коленвала мотором коробка до между мотором и коробкой он у меня получается двигателя здесь с камри одинаковые я не стал ставить лексусский потому что разница у них нету только лексусский стоит две с половиной тысячи сальник от камрюхи стоит 500 рублей я естественно поставил от камрюхи ну и работа мне вышла в 5 рублей а что делали вот именно работа почему вышло и так не узнала досконально и так потому что они отсоединяли коробку от двигателя и получается ну не целиком снимали а как-то там чуть подрассоединяли и но меня ли этот сам сальник он у меня почему прям так это интересуется подробностях потому что может быть некоторые из вас друзья кто смотрит меня периодически знают что у меня была honda легенд 2007 года и я как раз там столкнулся короче с этой проблемой у меня он тек вообще масло оттуда текла через этот сальник прям конкретно мы и поднимали на подъемники добрым с нее капала но вот сальник стоил рубль работа стоила короче ну дешевле двадцатки мне не озвучивали потому что там еще полный привод как не то есть коробку надо было скидывать вот по-любому либо коробку либо мотор и короче за работу просили 20000 причем не в одном сервисе где-то даже чуть подороже поэтому видишь как бы вот honda легенд хоть мне очень нравилось и нравится в принципе но 20 тысяч за смену чисто на замену сальника и 5000 здесь конечно суммы разные я считаю 5000 это нормально еще что-нибудь больше нет масло менял обычно не раз в десять тысяч меня и масло и фильтра все полностью все масло у меня выходит тойотовская оригинальная 2 550 это опять же если в москве покупать если я еду делать это в киреевске крайний раз вот когда я делал я как бы даже там я делал хоть и у знакомых в сервисе ну не хочу ни на кого лукавить но там она стоила 425 масло масло в москве 2 550 железяки вообще если то есть покупать масло с фильтрами и плюс работа выходит 5000 рублей все это вместе сработает ну то есть круг стандартная . короче но без фильтров остальных без каких еще стал искал меня все фильтра типа топливный тут нет не топливные салоны сборить не знаю туда еще не лазил ни разу не меня скорее всего я здесь только меняю топ ты меня своим топливным салонный воздушный и масляный и все три фильтра понятно но вот как то так друзья за два года и более чем 100 тысяч километров мы озвучили вам все вложения я надеюсь и верю что сани не врет я ручаюсь за его слова поэтому делайте выводы сами что такое lexus пусть и современный автомобиль аля премиальный и я считаю в принципе довольно довольно надежный конечно мне в данном автомобили немного не хватает Остроты руля Автомобиль мягкий, комфортный Но я до конца его не понял Может быть это связано с тем Что я проехал на нем очень мало Но на данный момент Мои первые впечатления Это то, что я до конца не могу понять Как он рулится Насколько острый руль И мне бы хотелось Все таки чуть чуть больше остроты На данный момент Но в целом Мне в этом автомобиле Все понравилось И место сзади И комфорт спереди Комфорт в целом автомобиля За свои деньги я считаю Это неплохое приобретение Которое не будет особо вам парить мозги Будет радовать вас своим брендом Премиальным И будет доставлять вам Комфорт каждый день Без особых хлопот Это мое мнение Ваше может от него отличаться Но я думаю Лексусы берут те люди Которые как раз хотят ездить с кайфом С комфортом И не хотят вкладываться Друзья Всем спасибо Что досмотрели это видео до конца Мы старались специально для вас Рассказывали все предельно честно Спасибо за просмотр Спасибо большое за просмотр Всего доброго Ставьте лайки Пишите комментарии Особенно за Камри Да, кстати, ждем По поводу Камрюх Негатив Мы к нему готовы Все, всем спасибо Пока Менял один раз Помпу Какую? Подожди Можно потом на поводу нажать? Дай вспомнить Как она называется Пиздец Это придется нам переснять Помпу же она Или подожди Сальник Сальник коленвала Я менял Между мотором и коробкой? Между мотором и коробкой Вот это прям Расскажи Сейчас это Сука Интересная тема Я от себя добавлю Эти сальники Все, вспомнил? Сальники Все, я ему скажу Что я это вырежу Но я не буду вырежать Жми паузу Давай посмотрим Чтоб не пиздить Наверняка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok